Антимонопольная служба выявила нарушение закона в отношениях мэрии и застройщика участка в районе биатлонного комплекса. Претензии касаются дополнительного соглашения, разрешающего возводить высотки в зоне малоэтажного строительства. Ольга Маховская расскажет подробности. Именно в этом месте и должен появиться ансамбль из семи высоток. Первый дом планируют сдать в четвертом квартале 2017 года. Застройка еще не началась, но компания уже объявила о начале акции и распродает первые квартиры по сниженным ценам. Однако жители частных домов по соседству уверены, что из-за стройки их дома начнут разрушаться. А инфраструктура и коммуникации здесь не приспособлены для появления новых 3,5 тысяч жителей. Во время публичных слушаний о планировке Дзержинского района люди выступили против появления здесь многоэтажек. В итоге было разрешено только малоэтажное строительство. Однако затем мэрия изменила договор аренды застройщикам и выдала разрешение на возведение высоток. Жители подали жалобу в Уфас. Считали, что ДОП-соглашение заключено незаконно, что были ущемлены интересы других застройщиков, а наши интересы в данном случае, конечно, косвенно ущемлены. Представители мэрии никаких нарушений со своей стороны не видят. Это может повлечь несение изменений, причем заключение ДОП-соглашения, а может и не повлечь. Просто в этом надо смотреть конкретику. Антимонопольная служба согласилась с мнением заявителей и признала, что дополнительное соглашение к договору аренды нарушает закон. Застройщик тем временем намерен разбираться с мэрией в арбитражном суде. У нас была увеличена арендная плата в связи с дополнительным соглашением. Во-вторых, мы провели ряд работ по освоению данного земельного участка. У нас имеются имущественные претензии в связи с тем, что дополнительное соглашение может быть расторгнуто. Мы считаем, что наши затраты, наши расходы должны быть возмещены, включая упущенную воду. Жители частного сектора в районе биатлонного комплекса продолжат отстаивать интересы. В ближайшее время запланирована встреча с представителями Департамента строительства и архитектуры мэрии. А в следующее воскресенье будет митинг на площади Ленина, чтобы привлечь внимание к противоречивой градостроительной политике городских властей. Ольга Маховская, Константин Стримаусов. Новости здесь, Новосибирск.